Сегодня будет запущена 10-я миссия грузового транспортного корабля Dragon по программе снабжения МКС. Корабль доставит на МКС 2490 кг различного груза, что включает в себя 296 кг запасов для экипажа, продукты питания, одежды и прочие нужные вещи. Помимо этого, корабль доставит необходимое оборудование для поддержания работы станции и для проведения около 250 научных и исследовательских работ в ходе 50-й и 51-й экспедиции. SAGE-3, Stratospheric Aerosol and Gas Experiment, эксперимент по изучению аэрозолей и газов в стратосфере. Это 527-килограммовый инструмент, который будет установлен на одной из специальных платформ снаружи МКС. Такие внешние палеты используются для размещения экспериментов, проводимых в вакууме. SAGE-3, часть одной из самых продолжительных программ НАСА по наблюдению Земли, предоставляет ученым возможность наблюдать за состоянием земной атмосферы в течение продолжительного времени. И не только наблюдать, но и действовать. Данные, полученные в ходе программы SAGE, подтвердили антропогенные причины истощения озонового слоя и повлияли на принятие Монреальского протокола, который запретил производство разрушающих озоновый слой химических веществ. SAGE-3 продолжает эти важные исследования и займется измерением уровней озона, аэрозолей, водяного пара и других газов в атмосфере Земли, а также температуры в стратосфере и мезосфере. Другой инструмент, который будет установлен снаружи станции, это Lightning Imaging Sensor, детектор молний. Его целью является наблюдение молний, их частота, количество, энергия по всему миру. Уникальная особенность аппарата состоит в возможности наблюдать молнии в дневное время, благодаря использованию канала ближнего инфракрасного диапазона и последующей обработке данных. Результаты наблюдений помогут лучше понять погодные механизмы, изменения климата, физические и химические процессы атмосферы, а также повысить безопасность воздушных судов и космических аппаратов. LIS является частью Space Test Program, программы NASA, которая предназначена для испытания небольших научных инструментов и технологий в космосе. Так, еще одним испытанием в рамках программы станет Space Cube Mini, миниатюризированный гибридный компьютерный процессор, который обещает большую вычислительную мощность, при этом имея более низкое потребление энергии и меньшую стоимость. Основанный на семействе интегральных схем Виртекс компании Xilinx, такой процессор можно будет использовать на малых космических аппаратах, во многом избавляя от необходимости передавать данные на Землю для обработки, поскольку большую часть работы можно будет проводить прямо на борту. Из экспериментальных технологий стоит упомянуть и модуль Raven, который будет установлен снаружи МКС и протестирует основные элементы будущей системы автопилота. В течение следующих двух лет инструмент будет наблюдать прибывающие и отбывающие космические корабли. Отработка использования датчиков, алгоритмов машинного зрения и обработки данных сделает NASA на шаг ближе к технологии автоматической стыковки в космосе, которую можно будет применять для разнообразных целей, в частности для миссий подозаправки спутников. Также в рамках Space Test Program на МКС отправят супербактерию MRSA, которая является причиной многих сложно излечимых заболеваний у людей. С помощью специального прибора GenRadar будет проводиться наблюдение за реакцией бактерии на условия микрогравитации. По результатам исследования, ученые смогут разработать модели, предсказывающие мутацию устойчивых к антибиотикам бактерий и новые лекарства для борьбы с ними. На МКС прибудут и другие биологические эксперименты, например, по наблюдению за ростом стволовых клеток в условиях микрогравитации, что в будущем может помочь в лечении рака. А еще на борту корабля появятся почти что астронавты. В рамках программы исследований с использованием грызунов Dragon доставит на МКС несколько десятков мышей. Основная цель этого исследования лучше изучить процессы восстановления костной ткани и влияние на них микрогравитации. Это первый запуск SpaceX с исторической площадки 39A космического центра имени Кеннеди. Именно отсюда стартовали лунные миссии программы Аполлон и миссии космических шаттлов, включая первый и последний полет программы. Приглашаем посмотреть это событие вместе с нами на канале Альфа Центавра, ссылка будет в описании и сейчас появится на экране. Ждем вас в 16.00 по киевскому или 17.00 по московскому времени. Услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok